добрый день друзья сегодня 17 ноября плюс 4 на улице 2018 год мы снова сегодня на пасеке а грехи кое-какие есть надо их как бы устранить и потом провожу эксперимент потому что у меня уже на последнем видео начали поднимать вопросы термодинамики которых я как бы не очень силен я практик пчеловод поэтому существует очень много способов утепления пчел в зиму я 4 год зимую по методу малыхина сами видели пленку убираю но раз пошла такая пьянка значит сейчас я несколько семей возьму и сделаю утепление разными способами и потом течение зимы посмотрим в каких семьях при каком утеплении лучшая вентиляция лучше удаляются водяные пары потому что в первой половине зимы пчелы для своего обогрева съедают примерно это 18 грамм меда из этих 18 грамм меда выделяется 13 литров водяных паров я там другие цифры не буду приводить они собственно не нужны вот как бы так 18 и 13 литров водяных паров эти 13 литров водяных паров должны удаляться в течение суток два раза потому что если в семье будет влага превышать допустимые нормы а допустимые нормы ну при 25 процентах влажности семья зимует нормально и жизнеспособность жизненный цикл пчелы 35 суток то при 75 процентах влажности пчела живет 25 суток ну а при 93 процентах пчела пчела уже долго не проживет потому что ей некуда выделять свои водяные пары которые накапливаются в ее в организме от переработки меда и соответственно она погибает поэтому мы сейчас выбрали 5 семей и первый метод утепления как я уже говорил мы применим значит семья сидит там внизу мы ложим пенопласт плотный пенопласт который используется для теплых полов значит здесь оставляем продыхе вот у нас будет одна семья ну пленку как обычно чтобы ее не убирать мы ее тут просто сверху положили но семью накрыли здесь у нее будет ну продыхе есть под рамками и стоят заставные заставных они не до дна тоже воздух как бы будет иметь возможность удаляться это одна семья значит и таких семей мы утеплили 5 штук вот эти наросты как бы будут способствовать что там будет проход все продыхе есть пленку ложим сверху 13 литров воды водяных паров 13 литров до 18 грамм меда до 18 грамм до 13 литров водяных паров семьи но семья 18 грамм съедает до за сколько за сутки они потребляют мало и 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 переставляю прикрываю пчел медовой рамкой но это надо делать когда мороз тогда они не перелезут потому что бывает так что рамку поставил они потеплело они опять вылазят ну в данном случае значит возле между заставной и крайней рамкой очень много пчелы и здесь тоже пережал гнездо называется значит у меня есть запасе вот такая вот я ее сейчас аккуратненько поставлю потому что много-много пчелы собралось дабы они не испытывали никаких затруднений в зимовке вот вот так но эту пчелу мы аккуратненько стряхнем так все я думаю теперь им будет получше потому что три шесть семь а ну на шести рамках оставил поэтому конечно им тесновато но опять же кто зимует в омшаннике лучше две рамки добавить больше чем пережать гнездо потому что в омшаннике всегда им жарче и они будут испытывать затруднения а на улице при зимовке значит лучше меньше оставить рамок переезжать гнездо но чтобы пчелы помещались в пределах улочек гнездовых тогда им лучше будет зимовать на улице значит это мы сейчас сделали зимнее утепление вот таким вот образом положим сверху пенопласт а по бокам оставили в продыхе значит теперь второй метод так значит вот еще у нас семейка есть мы а так вот положим положим и положим сверху вот так вот значит утеплитель у нас не доходит до дна поэтому там есть как бы продых ну а здесь полностью у нас гнездо закрыта так второй метод мы применим вот таким вот образом пленку сворачиваем по размеру гнезда положим придавливаем и сверху можем вот такое вот утепление продыхи тоже оставляем продыхи тоже оставляем ну и вот эту семейку значит мы сейчас таким же образом пленку ложим строго по по гнезду прикрываем подкрышником и теперь мыши погрызли одеяло так вот значит вот так еще мы сделали утепление и будем наблюдать и будем наблюдать течение зимы ну я и не показал только все остальные семьи же я так как как были они вот в таком положении значит так они и остались кстати я в прошлом видео показывал семьи как бы не все собрались даже местная местная была в верху сейчас все все семьи опустились вниз не видно холод их придавил морозы держались на днях небольшие правда но тем не менее клубы опустились вниз сверху нету теплой подушки так ну что на сегодняшний день у нас пасека готова к зимовке будем зимовать и наблюдать за экспериментом до новых встреч следите за новостями нашего канала подписывайтесь на канал ставьте лайки ебан и и и и и и